Доброго времени суток! Здравствуйте! Поздравляем вас с 2024 годом! Желаем всего наилучшего! Ну а на канале Братьев Варгейм Русс История пришло время для подведения итогов за 2023 год. Этот год был достаточно скудным на фильмы, но не стоит думать, что наш канал прекратил работу. Наоборот, мы подготовили огромный проект. Еще в конце 2022 года мы стали писать сценарий для фильмов про греческую фалангу и римские легионы. Изначально планировал сделать всего 5-6 фильмов для раскрытия темы, но работа превратилась в огромное исследование. Уже сейчас это 200 листов. Мы кардинально пересмотрели свои знания про военное дело античности. Главное, что мы стали опираться не только на научную литературу, но погрузились в первые источники. Палтарх, Фукиди, Талистотель, Павсанник, Сенофон, Телиан и другие довольно подробно описывали военное дело греков и македонян. Если их прочесть критически, то можно разглядеть массу полезной информации, которая ускользнула от глаз многих исследователей. Мы разработали свою версию ведения античных сражений. По новому мы взглянули на тактику легкой пехоты, на выдвижение гоплитов на поле боя и ведение рукопашных схваток, на социальную жизнь и военную структуру армии Афин и Спарты, которые в корне отличались от устоявшихся в научной среде знаний. Получилось полноценное исследование, аналогов которого просто нет, не только в России, но и в мире. Это, конечно, громкое заявление, но за свои слова мы готовы отвечать. Мы открыты критики. Будем рады ответить на вопросы зрителей, так как не претендуем на непогрешимость. Ваши комментарии помогают лучше раскрыть тему и понятие. Мы ищем правду. Так вот, в этой серии вышло два фильма про ошибочные теории ведения боя греческими фалангами и про перемещение фаланг к месту битвы и по полю боя при сближении с противником. На нашем канале ранее уже выходили фильмы про греческую и македонскую армии. При этом мы, создавая их, опирались на статьи и книги известных авторов, стих как Питер Коннолли и Николас Секунда и другие источники. Сами мы не читали первоисточники при создании этих видео. А зря. Теперь же мы, изучив тематику античных битв самостоятельно, в корне пересмотрели имеющийся набор знаний, и можем сказать, что в ранних наших видео довольно много ошибок. Поэтому фильмы про копья и сарисы, а также про марафонскую битву мы делаем теперь доступными только по ссылке. Их можно найти в описании к этому видео. Кому интересен ход наших мыслей в динамике, смотрите эти видео. Кто ищет знания, смотрите их с осторожностью. И сверяйтесь с теми данными, которые мы озвучили в серии видео «Фаланга и легионы в бою». На нашем канале вышел фильм про поиски археологами Гомеровской Спарты. Довольно интересная тематика для любителей эпосов Илиада и Одиссея, да и историю Бронзовика в целом. Мы привели данные археологических раскопок и перечень доказательств в пользу той или иной версии места расположения этого города. Смотрите, будет интересно. Вторым на канале в прошлом году был фильм про пластилиновые бои из нашего далекого детства. Вы окунетесь в 1995 год и увидите, как в условиях гибнущей страны играли военные игры дети. Лично нам довольно интересно вспоминать, как это было. К счастью, сохранились наши записи про это время и можно довольно точно реконструировать сражения пластилиновых армий. Кто из вас интересуется военными играми солдатиков и не смотрел эти видео, обязательно посмотрите. Ну а теперь подведем итог года ушедшего. Прошлый год был потрачен на подготовку нового проекта и начало его реализации в жизнь. Однозначно, что все силы теперь будут брошены нами на его реализацию. Этот проект невозможно сделать даже за три года. Будем стараться его делать на пределе своих возможностей. При этом ведение канала является нашим хобби, а не основной работой. Поэтому наши временные ресурсы сильно ограничены. При этом очень не хотелось бы закрывать другие направления нашего канала. Пишите в комментариях, чего бы вам больше хотелось увидеть. По возможности будем стараться это сделать, но гарантировать на 100% не можем. Все же изучение фаланги сейчас важнее всего. Посмотрев все эти видео, вы поймете, почему мы так говорим. Тут дело не только в продвижении науки. И еще раз, всех с праздником и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok